Я думаю, что сегодня все видели, что дело абсолютно фейковое, еще раз все посмотрели. Но тут надо шире смотреть на контекст. Я уже не говорю про заявление Писови и Столуценко, что человек, оказывается, направлялся, его подсловили на пути из Киева в Россию, под Полтаву. То есть, если мы выезжаем в Бровары, оказывается, мы на пути в Россию. Если мы выезжаем в Днепр, то мы на пути в Россию. Если мы в Харьков, то мы на пути в Россию. Реально, Луценко, банда это, считает людей из-за полных идиотов. Оказывается, все, кто выезжают из Киева в восточное направление, они на пути в Россию. Вы поняли намек, да? Генеральный прокурор или сам интеллектуально очень ограничен, или считают всех из-за идиотов. Я думаю, что это не взаимосвключение, взаимосвключающее обстоятельство. Но, с другой стороны, я просто хочу сказать, что происходит. Луценко, который никогда не был президентом, обвиняет меня, у него почему-то дом 10 раз больше, чем то, что есть у меня. Каким образом он заработал на этот дом, я хочу спросить, когда это нигде не отражено. У меня вся семья доктора наук с большими заслугами, почему-то никто из них не заработал на 10-ю или даже 30-ю часть того имущества, которое есть у Луценко. Порошенко оказался одним из главных бизнес-партнеров Курченко, которые его не знают. Они вместе делали деньги и вместе продолжают делать деньги, как и доказано расследованием журналиста Дмитра Ганапа. Главным главой этой группы является прокурор Кулик. Это главный прокурор АТО, которого НАБУ уличило в том, что он очень богатый, не может обосновать происходящее своего богатства. Так вот, этот вор Кулик, обвиняет меня Михаил Саркашович, абсолютно вор Кулик, прокурор Кулик. Так вот, воры, организованная преступная группировка, которая захватила нас в Украине, а Кулик это преступник и вор. Луценко это однозначно вор, потому что человек не мог накопить такое имущество, будучи имея ту зарплату, которая у него была на посту министра внутренних дел Украины и на посту генпрокурора. Его жена не могла быть такой богатой, потому что у него не было таких доходов. Моя жена происходит из достаточно зажиточной семьи. Почему Сандра сто раз беднее или тысячу раз беднее, чем госпожа Луценко, я хочу спросить? Вы что, действительно нас идиотов держите? Воры захватили власть в стране и судят людей по выдуманной обвинению. Вы что, не видите, что происходит? А почему они нас судят? Они хотят, чтобы мы заткнулись и не говорили про коррупцию. Так вот, Петр Алексеевич, не дождетесь. Не дождетесь, чтобы я когда-либо не говорил, я буду говорить все большее и большее. Буду говорить об этом всему миру. Потому что меня услышат в мире, меня знают в мире, и ваши фейковые обвинения, меня дискредитировать, и мое слово меньше не будет стоить. Посмотрите, что пишут в мировой прессе про вас и что пишут про меня. Кто защищает вас, даже в Украине, в мире уже никто не защищает, и кто защищает меня. Вам меня не победить, вам меня не разопугать, и вам меня не дискредитировать никакими вашими фейковыми справами. И никаким вашим личным шантажом. И поэтому я хочу сказать, Порошенко у него нет. Мы видели, кто у него стоит на площади. Мы видели этих людей, которые пишут пить каву. Их было меньше двухсот человек. В каждом селе Грузии я собираю больше, даже в любой момент своего президента, даже когда не был очень популярный. Если президент самой большой страны в Европе не может собрать на главной площади Украины больше двухсот человек свою поддержку, у него нет ни одного шанса на политическое будущее. Но я хочу сказать всем основным ворам, которые прислуживают в этом грязном деле и в этой организованной престолной оккупировке. Это все будете отвечать. Эти же судьи в этих же залах с большим удовольствием и абсолютно объективно, они будут вас судить. И они вас засудят от имени народа Украины. И тогда это будет справедливо. Все, что я могу сказать по этому делу. Мне кажется, что, просто еще раз говорю, вы поймите, с какими людьми мы, кто, чья бы корова мычала, чья бы корова мычала, кто нас обвиняет, в чем. Посмотрите на все факты, я думаю, выводы напрашивают сами по себе. Народ Украины победит, и все равно правда победит, чтобы они, как бы они не тергались, и как бы они не метались, и что бы они еще не придумывали. Я в этом совершенно уверен. Спасибо.